Сегодня день рождения угольного микрофона, прототипа современных микрофонов электроакустического прибора, преобразующегося колебания в электрический сигнал. Это любимый праздник большинства людей, ведь с помощью данного устройства можно не только донести информацию до большой аудитории, но и услышать музыку, а также без него невозможна работа радио и телевидения. Алла Динаева подробнее. Внимание! Записи! Сегодня уже сложно представить современность без микрофона, который встроен во многие устройства, такие как телефон и не только. Микрофон применяется в производстве кинофильмов, записи звука, двусторонней радиосвязи на радио и, конечно, телевизионном вещании. А какого качества звук услышит зритель, зависит от звукорежиссера. Моим учителем был Миша Харатоков, звукорежиссер от Бога. И, в принципе, те азы, которые на радио, он мне все показал. Как не запутаться вот в этих многочисленных кнопках? Несложно. Несложно. Тоже надо знать, надо понимать. А когда ты каждый день, и когда ты твоя основная работа, и не один год, то уже это до автоматизма. А началось все с того, что американец Александр Белл создал устройство для передачи речевых звуков. Увидев его на выставке, другой разработчик Эмиль Берлинер решил, что сможет сделать прибор не хуже. И он сумел очистить и усилить передаваемые звуки и изобрел таким образом своеобразный телефонный передатчик, который назвал микрофоном. А случилось это 4 марта 1877 года. Шли годы, наука не стояла на месте, и вместе с ней менялся и усовершенствовался микрофон. На сегодняшний день существует несколько основных видов. Динамические, электретные, есть петличные, есть для репортажей, стационарные, которые в студии используются, и те, которые на выезда. Их существует на телевидении у нас где-то несколько десятков. В основном для дикторов и для журналистов. Для некоторых микрофон – это основной инструмент для работы, а для кого-то средство развлечения. Поэтому этот день сложно отнести к какой-то определенной профессии или категории людей, но можно выделить ценителей данного праздника – радиоведущие, музыканты, певцы, актеры, любители караоке, телеведущие, журналисты, которые бережно относятся к микрофону. У нас должны быть специальные чехлы для микрофона. Без этого у нас получится, видите, отходит буковка. Поэтому, чтобы буквы не отходили, нам важно держать его в чехле и всегда с собой носить. И при только случае, когда мы записываем синхрон, уже тогда мы снимаем чехол, а после этого уже опять на место ставим. А также не стоит забывать, что этот праздник является международным, поэтому его отмечают по всему миру. Ведь это устройство затронуло все уголки нашей необъятной планеты. Его страстно сжимают в руках, им размахивают в эмоциональном порыве, доверяют самые сокровенные тайны. Без него невозможно представить любое техническое устройство, обрабатывающее звук. Этот незаменимый прибор – обыкновенный микрофон. Несмотря на свой солидный возраст, он остается востребованным, сохраняя лидирующие позиции в системах обработки звукового потока. И микрофон не скоро потеряет свою значимость, а значит, люди еще долго будут праздновать это событие 4 марта каждого года. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия.